проводить по доктору-белтеру семинары, я думаю, что два раза в месяц. Это эстетика, это очень интересная эстетика. Опять-таки, если у вас будут возникать вопросы, моя почта, мой инстаграм, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы и по этому бренду в том числе, да, если будет что-то непонятно. Сам по себе бренд имеет уже 40-летнюю историю. Вот, и в России он появился недавно. Сейчас бренд представлен в 33 странах мира. Его основатель, собственно, доктор Белтер, доктор биохимии. Знаете, в Германии есть такая интересная штука, что доктором ты можешь называться в том случае, если ты имеешь научную докторскую степень. То есть ты не врач, а ты доктор каких-то малых. Вот в этом случае, собственно говоря, бренд имеет право носить имя, там, доктор, Белтер, да, в честь его основателя. Но видите, как всегда, вот этот прекрасный симбиоз биохимиков и косметологов дает хорошие результаты, потому что Клеменс Белтер, он был биохимиком, а его жена, собственно говоря, была косметологом. И, ну, как я понимаю, конечно же, она как практикующий специалист хотела тот продукт, с которым ей будет, а, работать легко, б, не будет никаких побочных действий. Да, плюс это 79-й год. Вот появились первые продукты по направлению эко, био, они просто не носили тогда такого названия. Это было фито-направление косметики, то есть использование натуральных продуктов в высокой степени очистки непосредственно. Ну, и, соответственно, философия бренда – это безопасность, это эффективность и постоянное введение инноваций в создании своих новых продуктов. И, собственно говоря, те продукты, которые уже были разработаны, они все равно всегда в них носят свежую струю с точки зрения инноваций. Сам завод находится вот в таком прекрасном месте, то есть мне вот, я конкретно там не была, в Северной Германии, в Бронкшвейке. Вот для нас это, собственно говоря, броншквейская колбаска, единственный вкусный ассоциативный ряд, да, для тех, кто любит такие продукты. Но сейчас Бронкшвейк с 2007 года является городом науки, то есть там основано огромное количество научных лабораторий, которые являются разработчиками тех или иных инноваций, да, которые, собственно говоря, потом уже распространяются и не только в Нижней Саксонии, но и во всей Германии и Европе. Ну, вот картинки основателей, да, непосредственно компании. И в данный момент времени компания использует то, что я, например, очень люблю. Компания использует направление ГРИН и компания использует инкапсуляцию. Направление ГРИН, да, то есть вы можете не быть зеленым, но если у вас есть группа пациентов с повышенной чувствительностью к очень многим химическим реагентам, я лично не против пробенок, я лично не против силиконов, да, я считаю, что эти продукты использовались очень давно, они имеют право на жизнь, но иногда мы встречаем пациентов, которые, а, не пользуются продуктами, которые содержат определенные химические компоненты, б, у нас есть целое направление, и сейчас оно, скажем так, не замедляется, наоборот, нарастает. Это люди, которые не употребляют продукты животного происхождения в принципе, да. Вот, и, конечно же, чтобы косметика работала, инкапсуляция, по моему личному мнению, это один из самых, не просто инновационных способов, а правильных и дающих, ну, стопроцентный результат. То есть, когда я понимаю, что продукт инкапсулирован, то есть я люблю, беру любую баночку, неважно, какой флакончик, да, так вот, видите, так вот, видите, выглядят продукты. Я понимаю, что все, что я взяла, да, какое-то количество средств, ну, вот, видите, какая легкая эмульсия. И обратите внимание, что здесь она прозрачная абсолютно, да, а у меня на ручке она имеет такой беловатый оттенок, то есть содержит липидный жидок. Так вот, это 100% попадет в кожу, да, это 100% будет работать. Соответственно, когда я знаю, что продукт инкапсулирован, я знаю, что я получу всегда очень хороший результат. Даже если мы работаем с нашим пациентом только с точки зрения домашнего ухода, эстетики. То есть мы не используем аппаратные методики, например, мы не используем малоинвазивные методики, не имеет значения. И как вот степень заслуг, да, доктор Белтер получил такого Оскара в Индустрию красоты. Это почетная премия на Beauty Forum. Это прижизненное признание достижений данной компании именно в профессиональной сфере. Этим могут похвастаться, скажу, не все компании, да. То есть это действительно хорошие научные разработки. Это действительно интересный для косметологии продукт. Непосредственно наград у марки доктор Белтер достаточно много. Это и антиэйдж, это и органическая косметика, и уход за проблемной кожей, и спайлэллэс, собственно говоря. И вот такой косметологический Оскар, собственно говоря. Кроме этого, компания Белтер издает свой журнал, где она рассказывает не только о своих продуктах, о технологиях, о направлении био, эко, то есть о зеленом направлении, да, экологической косметики. Собственно, чтобы люди понимали, с чем они работают. Ну и компания европейская, компания немецкая, и хочу сказать, что не все, конечно, немецкие компании занимаются благотворительностью. Вот. Но вот доктор Белтер – одна из тех немногих компаний, которая поддерживает достаточно большое количество благотворительных проектов. Ну, помощь детям в Египте и в Вене непонятно, что поддержку детей Африки, ну, многие, многие этим занимаются. Также зонто есть такой международный фонд, и этот фонд, на самом деле, он один из старейших фондов. Он был основан в 1919 году. Это поддержка Международной Ассоциации Женщин. То есть объединились предприниматели, которые, ну, 19-й год, да, понимаете, только-только зарождался феминизм, но, тем не менее, несколько предпринимателей объединились, создали вот такой вот фонд поддержки женского движения. Для чего? Чтобы не просто бороться за права женщин, ну, чтобы личные брюки носили, нет, а именно поддерживать женщин с точки зрения их профессионального роста. То есть же, чтобы женщины могли получать такое же образование, как мужчины, чтобы женщины могли, собственно говоря, занимать посты, да, ведущие. Плюс есть поддержка приюта женщин, подвергшихся насилию. Большой блок идет, это поддержка против рака, да. Плюс спонсорская поддержка одной из литературных премий европейских. Ну, и, конечно, косметической премии «Глория». Мы все знаем, что в Европе она существует, и она даже пыталась как-то проникнуть на российский рынок, но, может быть, пройдет время, и она появится здесь снова. Так вот, косметика «Доктор Белтер». Продукты «Доктор Белтер» – это прежде всего зеленая косметика. Это «Грин Тек» концепт. Что очень важно, что объединяются органические ингредиенты и их инкапсуляция. Это первое. Отсутствуют минеральные масла, да, отсутствуют силиконы, отсутствуют те консерванты, которые себя зарекомендовали как, возможно, проблемные. Поэтому вся линейка, весь большой блок, он подходит для кожи чувствительной, для кожи деликатной, да. А здесь очень много, скажем так, продуктов, которые могут использовать веганы. Исключение составляет, наверное, пчелиный воск – это животного происхождения продукт. Вот, эту косметику преимуществом для меня, например, что можно использовать многие линейки для беременных и кормящих. Потому что, когда мы сталкиваемся с ситуацией, вот эта прекрасная женщина в положении, это 9 месяцев, потом женщина кормит грудью. Как минимум, это еще там 9 месяцев, да, по год, а некоторые и больше, по 3 лет люди кормят. И, короче, здесь ситуация вот этой двухлетнего непонятной ситуации, что делать с лицом, как за ним ухаживать и ухаживать. Доктор Балтер здесь будет, собственно говоря, нам большим помощником. Потому что органическая косметика безвредна, она хорошо переносится и не содержит те ингредиенты, которые могут каким-то образом повлиять на плохую сторону здоровья женщины и, соответственно, здоровье плода и в дальнейшем ребенка. Но единственное, мы понимаем, что мы не можем использовать все продукты, да. Мы будем выбирать то, что больше подойдет. В продуктах доктора Балтер используются стволовые клетки растений. Коллеги, стволовые клетки растений работают только на эпидермально-дермальные соединения. Ниже они не будут. Общего системного действия, как фитоэстрогенный ПРОС, они не оказывают. Мы должны это прекрасно понимать. Здесь присутствуют пептиды. Как пептиды инкапсулированные, так и сигнальные молекулы. Здесь есть достаточно интересные антиоксиданты. Соответственно, есть линейка и для проблемной кожи, и для антиэйдж. Соответственно, здесь есть отдельно препараты для массажа. Разработаны даже массажные методики. Я думаю, что в дальнейшем, когда можно будет их как-то приехать и взять, у доктора Балтера мы с ними обязательно поделимся. Ну, и вы видите, что упаковка, да, она вот такая вот очень медицинская, очень профессиональная. То есть белый фон. Единственное, что мне тоже очень понравилось, есть цветовые вот эти разделения по линеечкам. То есть ты не берешь баночку и не вчитываешься, господи, что это. То есть есть вот такой зеленоватый оттенок. Да, то есть есть розоватый. Что у нас тут есть? У нас есть акула. Это глазки голубой непосредственно, да. Желтенький, коробочка желтенькая. То есть здесь по цветам достаточно проще, просто будет ориентировать. То есть не надо вчитываться, особенно если вы будете работать с данным продуктом в условии кабинета. Ну и администратору удобно, когда цветовая линейка стоит, ты сразу понимаешь, что ты берешь непосредственно. Сейчас есть 14 линеек, да, 300 из КАЮ, то есть достаточно большой пакет. Вот. А в России представлено не все. То есть компания Майнкей выбрала то, что нужно нашим женщинам, и то, что мы чаще всего с вами используем. То есть биоклассика – это линейка, скажем так, базовая линейка зеленой косметики. Акула – это линейка, соответственно, ухода за периорбитальной зоной. Сенсибель – это купероз, это чувствительная кожа, это косметический уход. Ну и, конечно же, есть линейка интенсивного ухода по различным проблемам интенса. Желтенькая линеечка. И анти-эйдж. Ну, для нас это очень важно, потому что процентов, наверное, 50 наших пациентов приходит к нам именно за этим. То есть анти-эйдж средства. При этом эти анти-эйдж средства, они натуральные, они зеленые и они эффективные. Если мы будем с вами говорить о косметике и о формах, у нас с вами есть достаточно большое количество форм. Да, у нас с вами есть растворы. Есть водные, есть спиртовые, есть масляные. Вот, раствор – это спирт плюс вода, либо спирт плюс масло. Либо вода плюс другие растворители. Потому что спирт, когда мы говорим, я имею в виду утиловый спирт, но это могут быть высокомолекулярные спирты двух- или трехатильные, ну, например, глицерин или меристиловый спирт. И это все будет раствором. У нас есть гели, это безлипидная структура. Это вода плюс гелиообразователь. Гелиообразователи могут быть натуральные, могут быть синтетические, но тем не менее. Как самый простой вариант – это вода плюс агар-агар. И самое большое разнообразие у нас среди форм эмульсионных. Эмульсионные формы имеют несколько вариантов. Вот они перед вами представлены. Это вода в масле, это масло в воде, ну, соответственно, либо воды, либо масла много. Если у нас масло в воде, эмульсия считается прямой. Если у нас, собственно говоря, вода в масле, тененькие с желтыми горошинками, наоборот, это эмульсия обратная. У нас еще присутствует такой уникальный вид эмульсии, где не используются классические эмульгаторы, а используются липидные мембраны. То есть, ну, например, лицетин. И у нас получается ламеллярная эмульсия. То есть она может быть как прямой, так и обратной. То есть содержать большее, либо меньшее количество липидов. В чем преимущество ламеллярной эмульсии? Во-первых, это продукт с достаточно глубокой степенью проникновения. И второе. Мы с вами понимаем, что эмульсия может работать на поверхности кожи, эмульсия может работать в роговом слове, а нам надо, чтобы эмульсия с вами работала на уровне базальной мембраны. Так вот, чтобы эмульсия работала на уровне базальной мембраны, точнее, не сама эмульсия, а ее активные ингредиенты, что нам необходимо? Нам необходимо в идеале это ламелляр, плюс второй идеальный вариант – это инкапсуляция активов. Что же такое ламеллы, собственно говоря? Вот этот вот липидный матрикс представляет собой чередование липидных и водных слоев. Вот это называется ламелла. Соответственно, компоненты липидных комплексов такие же, как собственные липиды кожи. Это церамида, это холестерин, это жирная кислота непосредственно. Это, скажем так, ламелляр начали изучать, делать такую эмульсию примерно 60 лет назад, именно для того, чтобы у вас появилась технология второй кожи. Идентичный липиды моркового слоя хорошо проникают вовнутрь, соответственно, все активы, которые там, будут проникать вовнутрь значительно быстрее и лучше. Это эмульсия многослойная. И посмотрите, пожалуйста, как работает обычный крем, и как работает ламеллярная эмульсия на коже человека. То есть обычный крем такими капельками, когда мы его растираем, распределяется. А ламелляр практически ложится, как вторая кожа. И мы видим даже структуру рогового слоя. И также посмотрите на картинку, как работает ламелляр. Схематичное изображение ламеллярной эмульсии. Вот эти шарики внутри вам ничего не напоминают, собственно говоря? Они очень похожи на липосомы непосредственно. Поэтому, когда мы выбираем с вами любой продукт, который содержит ламеллярную эмульсию липолипосомы, то мы с вами прежде всего восстанавливаем эпидермальный барьер нашей кожи. Сейчас, к сожалению, пациентов с идеальной кожей встречаются идеальные с точки зрения сформирования эпидермального барьера встречаются все меньше и меньше. Почему? Потому что очень часто у нас есть гормональные нарушения, которые будут влиять на эпидермальный барьер. Очень часто наши пациенты пробуют самостоятельно подобрать все уходы, особенно за кожей проблемной. Проблемной с какой стороны? Ну, например, кожа сохнет и шелушится. И человек уверен, что у него сибостатический тип кожи, то есть кожа сухая. Он начинает использовать очень плотные жирные препараты. На какой-то период времени ему становится лучше, потом все это ухудшается, появляются какие-то комедоны, появляются воспалительные элементы. Просто вот ко мне очень часто приходят люди на консультацию именно по подбору косметических средств. И когда я спрашиваю у них, ну, в процессе, они говорят, у меня сухая кожа, там густая сиборея, там даже элементы пост-акне. У человека полная уверенность в том, что кожа у него сухая, потому что иногда она шелушится, она абсолютно не блестит, вот, и она достаточно чувствительная. Так вот, любой продукт, липосомально-ламилярный, он прекрасно будет восстанавливать эпидермальный барьер. Конечно же, мы работаем в комплексе. И очень важно, что средства для поверхностного очищения, если вы их правильно подбираете, они вам будут в этом помогать. Я нашла исследования, собственно говоря, которые проводились в Германии, не у доктора Белтера, это немецкий, собственно, ученый Ферстер, который смотрел, как работают эмульсии, вода, масло, масло в воде, и мы, и обратные. Исследования достаточно старые, да, то есть когда вот эти эмульсии были, это конец прошлого века, но тем не менее. Выяснилось, что очень многие препараты, они понижают проницаемость кожи за счет окклюзивного эффекта. При этом они разрыхляют роговой слой, да, при длительном использовании. И кожа становится более чувствительной, собственно говоря. Пленку, которую мы с вами образуем на поверхности кожи, используя любой крем или даже гель, то есть там содержится пленка образующие вещества, она должна снижать трансэпидермальные потери. Коллеги, ну ни в коем случае не нарушать газа от меня. То есть снижение трансэпидермальных потерь, это да, это очень хорошо, это правильно. Но длительный окклюзивный эффект, он абсолютно нежелательный. Он убивает эпидермальный парьер, он блокирует передачу сигнала к выработке собственных липидов. Ну, потому что здесь такая не замазка. Поэтому, когда ваши пациенты, например, используют масс-маркет, я специально вчера зашла в аптеку и в супермаркет я посмотрела цены на масс-маркет различного производства, российского, европейского. Я не могу сказать, что это дешево, честно. Но при этом, при всем, половина этих продуктов работает именно за счет окклюзии. Соответственно, при длительном использовании наши пациенты будут убивать свой эпидермальный парьер. Это плохо. Поэтому назначайте им препараты правильные. Исследования южнокорейских биохимиков при работе с ламеллярной эмульсией, именно с ламеллярной, показали улучшение состояния различных групп пациентов. В среднем улучшение состояния было до 58%. Ну, вот посмотрите. А. Это ламеллярная эмульсия. Б. Это электромонограмма ламеллярной эмульсии. Было взято 37 людей. Из них у некоторых был атопический дерматит. 16 женщин и 21 мужчин. Ну и, собственно говоря, что у нас было? У нас сопость была, у нас была эритема, шелушение, расчесок и даже эритемизация. То есть гляжки такие. При использовании в течение сначала недели, потом двух, потом четырех, посмотрите, какая динамика при использовании просто пустого ламелляра. Мы с вами видим снижение шелушения, снижение зуда, сухости, эритемы по сравнению с исходными позициями. А какой мы можем сделать вывод? То есть, используя продуктов доктор Белтер, будет восстанавливать эпидермальный барьер, даже если бы они были вообще без всего, вообще без пустых. Но здесь есть достаточно большое количество активных действующих веществ, поэтому процесс пойдет еще быстрее. Но и мы видим, что ламеллярные слои, они очень маленькие, то есть 14,2 нанометра, 6,4 нанометра. Поэтому они работают абсолютно так же, как и липосомы. Часть продуктов доктор Белтер, то есть они все имеют ламелляр, часть также липосомирована. Липосома выглядит вот таким вот образом, то есть это сферический шарик, куда мы можем анкапсулировать активы. Липосома не токсична абсолютно, она биодеградируема. И при разрушении, вот соевый лецитин, из которого она состоит, идет именно на то, чтобы восстанавливать эпидермальный барьер, при этом не входя в конфликт с иммунной системой. Абсолютно. Потому что сама по себе липосома, она схожа со мембраной клетки непосредственно. Ну и давайте посмотрим, вот как выглядит мицелла, мицеллярная водичка, да? Как выглядит ламеллярная эмульсия и как выглядит липосома. То есть ламеллярная эмульсия и липосома имеют полярные головы, да, сверху и снизу. То есть липосома это такая свернутая ламеллярная эмульсия. То есть взяли вот эти липидные слайки и свернули в колечко. Мицелла внутри никаких голов не имеет абсолютно. И вот здесь есть полярные головы, а вот здесь есть поверхностно-активные вещества. Поэтому мицеллярная вода очень часто плохо переносится к центру несчувствительной кожи. Ну потому что внутри мицелл за эти хвостики придерживают поверхностно-активные вещества. А здесь из-за того, что двухслойная система идет, голова снаружи, голова внутри, и полярные липидные головы держат, собственно говоря, в стабильности данные системы. Ну и клетка может вместе с липосомой сливаться, клетка может поглощать липосомы, да. Липосома может абсорбироваться в клетку. Для чего я вам все это показываю? Я говорю, чтобы вы понимали, что все активы, которые мы используем в докторе Белтере, они будут работать на уровне базальной мембраны. То есть создается такое депо, как при электро- либо фонофорезе. И чем дольше мы используем данный продукт, тем более активно работают наши действующие вещества непосредственно. Ну, кому интересно, прям зафиксирую слайдик, список литературы по ламиляру и по липосомации, вы видите, что здесь года очень разные, да, в том числе, например, там, 85-го года есть исследование. Вот, то есть история вот этих продуктов, она достаточно, именно этих форм, а липосома и ламиляр, она достаточно давно уже с нами, поэтому это прекрасное транспортное средство, это прекрасное средство для укрепления эпидермального барьера. Ну, и теперь давайте перейдем от лирики, уже непосредственно к косметике, доктор Белтер. Ну, и начнем с линейки Биоклассика. Для чего нужна эта линейка непосредственно? Это базовая линейка, это средний ценовой уровень для постоянного ухода, да, плюс это зеленая косметика. Помним об этом. Что мы с вами здесь имеем? Здесь мы с вами имеем три глицериды, да, здесь мы с вами имеем, то есть не имеем, прошу прощения, пэги и искусственные красители. Ну, и вот эти запатентованные комплексы и DLS-основа, это как раз-таки комплексы, которые будут являться липосомальными, ну, и основа это ламитляр, чтобы было понятно, если вы видите значочки, что нам с этим делать. Активные ингредиенты, посмотрите, у нас есть бисобалол, у нас есть биометическая, дермальная, вот это вот, без эмульбаторов, лабиллярная эмульсия. У нас есть бета-каротин, который является прекрасным антиоксидантом. Также, посмотрите, используются очень интересные вещи. С одной стороны, это натуральный увлажняющий фактор, да, гиалуроновая кислота, в том числе липосомальная, потому что иначе при большом весе не пройдет ничего и никуда. Ну, и запатентованные комплексы, которые являются и противовоспалительными, и очищающими, и увлажняющими комплексами. То есть, если мы говорим о биоплазике, это неметическая косметика, биомеметики используются, это то, что идеально подходит нашей коже, абсолютно. И очень хорошо ей переносится. Есть продукты, которые будут являться антиоксидантами, вот мы вчера говорили об антиоксидантах, и мы понимаем, насколько для нас это важно. Есть изофлавоноиды, собственно говоря, это про и антиэйдж. Нет, Евгения, это разработанное имя комплекса. Доктор Белтер, наоборот, имеет контрактное производство. То есть, они делают все у себя. Они делают липосомы, они делают ламелляр, и они делают продукты. Доктор Белтер есть контрактное производство, и он вот эти комплексы предлагает другим компаниям, европейским, которые покупают. Вот, но не знаю, какие, потому что это уже коммерческая тайна, компания Доктор Белтер. Здесь все свое, и лаборатория, и производство. Соответственно, мы имеем с вами сквалан, да, растительный продукт, собственно, гаопантенол, женьшень, гинкобилоба, кремово-мечерни, то есть мы пошли уже в антиэйдж непосредственно. Куинзим-10, комплексы, которые прям целиком липосомированы. Алантаин, пантенол, для церезиновая кислота. То есть, это комплекс, который будет снимать раздражение кожи, как бы такая валерьяночка в липидном комплексе, да. Витамины С инкапсулированные, именно инкапсулированные. Соответственно, протеины шелка растительного происхождения используются. Ну и масла, мы видим, что есть масло камелии, масло ши. То есть, здесь достаточно большой комплекс активных действующих веществ. А продукты выглядят вот таким вот образом. Я вам уже показывала баночки, да, то есть баночки они вот такие. Вот у нас баночки. И что мы с вами здесь имеем непосредственно? Мы имеем препараты. Давайте посмотрим на структуру. Прям открываю я при вас. Вот, то есть эмульсия выглядит достаточно плотной, да, но при этом... Я прошу прощения, я руками. Смотрите. То есть плотность визуальная и плотность эмульсия тактильные абсолютно разные вещи. То есть вот сейчас я ее нанесу. Запах легкий, травяной, цветочный. И вот она уже впиталась, да. Есть еще блеск небольшой на руке, но в принципе вот на данный продукт я могу легко уже сейчас нанести косметику. В чем особенности? Все, что у нас вот в таких банках, в данной ситуации, в больших банках, да, и то, что у нас вот в таких вот сыворотки, либо флюиды. Здесь форма всегда будет более легкой, чем в баночке. Ведь в банке-то она, нельзя сказать, что это прям жирная замазочка. Нет. Поэтому мы здесь имеем анти-эйдж крем, дневной и ночной. Он больше подходит для кожи комбинированной, сибостатической, комбинированной обязательно густая сибарея. Ультра нежный бьюти бальзам. Более легкая форма у нас была. Аквашолк 24, это вообще легкая эмульсия, которая подойдет для кожи сибарейной и сибарея смешанная. Плюс защитный флюид 30. Который будет давать хорошее увлажнение. И сыворотка. Да, аквашолк. Сыворотки у доктора Белтера могут быть использованы как монопродукт, а могут наноситься степ-бай-степ. Да, на... Сначала сыворотка, потом непосредственно крем. То есть сейчас во многих компаниях, европейских и американских, используется система сэндвича. Для чего? Косметику вы берете меньше по количеству, эффект у вас будет больше. Потому что сыворотка будет более насыщена увлажняющими веществами, да. А крем более питательный. И в том и в другом виде будет ламеллярная эмульсия. Поэтому глубина проникновения будет одинаковой. Не знаю, как я говорила, сколько прошло, пару минут, вообще ничего нет на руке. Рука уже не блестит, ничего не залипает. Запах практически ушел. Что приятно. Он нежный, но тем не менее. Соответственно, есть очищающие продукты. Вы должны понимать, что очищающие продукты – это растворы, это гели, это крема. Соответственно, они есть в таких объемах. И, как я говорила, есть монододочки. Очищающий крем подходит для кожи сибостатической, для кожи комбинированной, нормальной, с участками густой сибарей. Гель подходит для любой сибарейной кожи, но кроме, наверное, сибарейного драматита, все-таки здесь лучше использовать липидную составляющую. Плюс гель подходит для кожи, склонной к высыпаниям. Мы сейчас не говорим про акне, потому что для акне есть отдельные продукты, для кожи, ну, прям с тенденцией к акне. Здесь именно когда периодически бывает что-то съел, там понервничал, 2-3 элемента высыпало, тогда это гелевая форма. Ну, и, конечно, при жидкой сибарей, либо смешанной сибарей, это будет всегда гель. Тоник обязательно нужен для восстановления PH кожи. Ну, увлажнение у нас с вами идет утром, восстановление крема, биобаланс вечером. В зимний период времени, коллеги, у меня всегда часто спрашивают, а косметик надо менять? Если она вам подходит, не надо. Единственное, мы должны понимать, что есть возрастные изменения. Ну, предположим, я заболела, гриппом переболела. Вот, и я понимаю, что после болезни, вот я иногда, ну, у меня кожа испытывает прям вот, она прям плачет, да, ей плохо, потому что ей всего, ничего не досталось вообще, организм боролся с болезнью. Вот в этот период времени я очень часто ввожу повышенные дозировки антиоксидантов и после болезни уже стимуляторов, не в процессе, а после. А в зимний период времени я очень просто люблю менять местами свои утренние и вечерние препараты. Исключение составляет только ретинол, содержащий. Их на утро я никогда не использую, потому что риск возникновения пигмента достаточно высок. Ну, либо усиление, да, у кого что. Поэтому в зимний период времени крем восстановления баланса вы можете использовать в утром, а увлажняющий легкий флюид вечером непосредственно. Опять-таки, если кожа очень плотная и обильное салоистечение, можно вообще остановиться на увлажняющем флюиде, но если в вашем регионе морозы там не бывают больше минус 20 градусов. Потому что если у нас очень холодно, конечно же, уже нужно использовать плотные эмаленты, низкие температуры для кожи. Низкая температура – это все, что ниже минус 10. Исключение составляют регионы с высокой влажностью. То есть Питер, например, да, там минус 5, надо уже кожу защищать непосредственно. Собственно говоря, комбинированная, как я сказала, и жирная кожа, да, это вот восстановление балансом увлажняющий флюид и крем. Аква-шелк, сыворотка и крем. Ну, это для любого типа кожи. Здесь активное увлажнение, это видно по названию. В чем мне еще понравилось, пока я изучала продукты, что читаешь и прям понимаешь, что нужно делать. Ультра-нежный бьюти-бальзам – это очень хорошая штука для нормальной комбинированной кожи. Коллеги, если его использовать в небольших дозировках, он очень хорошая основа под мейкап. Ну и плюс – это дневной и ночной крем для кожи комбинированной, для кожи сухой, для кожи обезвоженной. Плюс – это продукты более плотные. То есть они будут восстанавливать липидный барьер. И здесь вы должны понимать, что при сибарее их надо использовать, либо вообще не использовать, либо использовать крайне аккуратно. Ну вот посмотрите, вот он, плюсовой, я нашла, плюсовой продуктик. Вот он, видите, он более плотный, даже имеет такой легкий кремовый оттенок, то есть не белый, а кремовый. Но тоже посмотрите, несмотря на то, что у меня там уже был продукт, все очень быстро впитывается. Дальше тереть не буду, потому что мы говорим о кожеобезвоженности, пустатической, либо комбинированной, пусть впитывается сам. Просто по времени посмотрим, да, как это все будет происходить. Защитный флюид имеет ИСПФ-30. А что для меня очень важно, что это флюид, да, потому что очень многие наши пациенты отказываются вот сейчас использовать солнцезащитные препараты, потому что они плотные, флюиды всегда очень мягкие. Плюс он содержит антиоксидантные компоненты и обладает не только солнцезащитным, но и осветляющим действием. Коллеги, отбеливание и осветление немножко разные вещи, но тем не менее. Соответственно, как мы говорили, крем, гель и тоник. Тоник нам нужен всем без исключения. Гель, соответственно, кожа сибарейная, либо комбинированная. Крем – это кожа сухая, комбинированная. При густой сибарее с повышенной чувствительностью лучше тоже брать, соответственно, крем. Исключение составляет, если у вас есть тенденция к высыпанию. Ну вот, собственно говоря, два продукта у меня на руке. Смотрите, ничего не залипает. Что очень важно. Все провалилось. Следующая линейка – Сенсибель. Ну, видно, что все у нас такое красивое, все у нас такое зеленое. Это гиперчувствительная кожа. И кожа с куперозом. Коллеги, ну вообще кожа с куперозом обычным все равно чувствительная. Гиперчувствительная кожа – это кожа, которая дает реакцию, возможно, на все, что угодно. Механическое воздействие, низкие температуры, приправы, горячие напитки. Вот кожа, которая склонна, наверное, если она сиборельная коррозация, если она комбинированная, склонна к разному стойкому гидромографизму. Поэтому здесь мы с вами будем комбинировать продукты Сенсибель, чтобы мы могли использовать и продукты антикупирозные, и продукты для чувствительной кожи. Это биометики. Это все продукты на ламиляре. Они не содержат красителей и ароматизаторов. Ну вот, собственно говоря, у меня есть один из продуктов. Давайте посмотрим, что у нас там. Это эмульсия. Эмульсия легкая. И ламилярная. То есть вот она ушла, вот ее уже нет. Что мы имеем с вами? Чувствительная кожа. Очищающий гель, тоник, дневной крем 24 и ночной крем 24. Вот эти продукты подойдут даже для молодых людей. Ну, то есть для, скажем так, людей 18+. В том случае, если кожа с нарушенным эпидермальным барьером. Сенсибель деликат. Чувствительная кожа. То есть именно чувствительная кожа, деликатный уход. Это то, что будет нам помогать, способствовать восстанавливать эпидермальный барьер. А потом мы с вами можем перейти, собственно говоря, на любые другие линейки, которые нам с вами необходимы. Мы видим, что здесь, как всегда, наш прекрасный алантаин с алоэ и барьера. Здесь не менее прекрасный бисобалол. Обязательно ламиляр. Органическое масло жажаба. Я не пробовала еще все продукты, коллеги, потому что линейка новая. Но, тем не менее, я хочу вам сказать, что вот все отдушки достаточно такие легкие. И очень много комплексов. То есть когда уже вот в растительный комплекс, смотрите, иконский каштан, и центелла, и красный виноград, и плющ, и гречиха. То есть все, что связано с биофлавоноидами. А это что? Это антиоксиданты. Это продукты, которые прекрасно работают на сосуды. Ну и повышают естественный иммунитет кожи. Ну и, конечно же, есть запатентованный ингредиент, такой кривопротектор из-за полимера бактериального штампа, вот, который будет давать возможность нам восстанавливать защитный барьер кожи и будет, собственно говоря, нас защищать от влияния экстремальных температур, то есть внешних, я имею в виду. То есть при низких температурах будет помогать нам с этим справляться. Это не значит, что сенсибель надо использовать, когда у нас просто минус 40, да, вот сейчас надо начинать использовать, чтобы когда будет холодно, в средней классе России, в ноябрь-март, как пойдет. Вот, но тем не менее, чтобы кожа была уже готова вот к этому стрессу, который дает ей низкие температуры. Также у нас есть прекрасные запатентованные комплексы, которые содержат тоже, посмотрите, абсолютно растительные экстракты, иглица, лимон, золотарник, да, которые дают прекрасный лимфоток, улучшают кровообращение и снимают воспаление. Масло семян манго, масло оливы, полифенолы, да, то есть фито, опять-таки, стволовые клетки винограда и еще один байкалин запатентованный комплекс. Ну, шлемник байкальский, мы знаем, что это не просто природный антиоксидант, это мощнейший противовоспалительный компонент, вот, который также воздействует на базальную мембрану, да, вот, и который прекрасно защищает наши теломеры непосредственно. Поэтому ингредиентный состав, он прям очень вкусный. Также липосомированная гиалуроновая кислота. Сферы, когда вы видите, это как раз-таки липосомы, система медленного высвобождения, все липосомы имеют систему медленного высвобождения, липосомы, которые погружены в ламиллярную эмоцию, свои ингредиенты высвобождают значительно еще медленнее, да. И также сферы, собственно говоря, с устойчивым формом витамина С, витамин Е непосредственно, что очень важно для нас, да, потому что это борьба и с пигментом, это селективное воздействие на фибробласты и однозначно это антиокс-защита. Антикуперозная серия тоже не имеет, скажем так, возрастных ограничений. Она является линейкой Pro-Age, то есть ее можно использовать в достаточно молодом возрасте. Здесь есть сыворотка, здесь есть маска и два вида крема. То есть маскирующий и не маскирующий, просто укрепляющий. Да, все будет зависеть от степени и стадии купероза. Также в состав линейки входит гель-тоник, крем для кожи с крупными сосудами, собственно говоря. Это продукт антиэйдж, антиокс, его можно использовать и день, и ночь, но скорее даже не антиэйдж, а проэйдж, я бы сказала. То есть когда вы видите, что у пациента только начинается развитие, появление телеангиктазии, длиничных, даже еще не купероза, либо он идеально подходит для пациентов с кожей курильщика, потому что все курильщики, без исключения, в течение трех лет, у них сосуды проявляются. Только при очень плотной коже мы их не видим, но значит мы увидим, когда придет свое время, то есть когда начнутся возрастные изменения. Сыворотку это хорошо подкладывать под крем, хотя она сама по себе тоже самодостаточна. Ну и, соответственно, маскирующий крем, он подходит локально нанесению на покраснение. Только при обширных элементах, ну, как-то, должен приразаться, да, можем закрывать вот всю нашу бабочку непосредственно. Ну и альгинатная маска, конечно же, тоже идеальный вариант, как любой альгинат, для охлаждения, для укрепления, для очень легкого и такого вот ласкового, скажем так, воздействия на кофе. Следующая линейка, о которой мы будем говорить, это линейка ухода за глазами. Линейка акула. Ну, акуляр, собственно говоря. Вот один из кремчиков мне очень понравился, как он выглядит, он такой кругленький, очень симпатичный. Соответственно, ну, переорбитальная зона имеет свои анатомические особенности, да, то есть отсутствие подкожной жировой клетчатки, присутствие дрожжевых пакетов в некоторых случаях. Истонченность кожи, активная мимика, да, для пациентов, например, у которых есть миопия, либо они носят глазки, это активная мимика, вызывает ранние морщины. Плюс те, кто не носит линзы по тем или иным, есть противопоказания, носят очки, например, переорбитальная зона вообще стареет в первую очередь, потому что очки будут работать как лупа непосредственно. Здесь есть продукты, которые будут работать как Pro-Edge, потому что Pro-Edge это лучше, чем Anti-Edge, однозначно. Продукты, которые максимально совместимы с кожей, и также в продукты будут входить обязательно мимитики. То есть что мы с вами имеем? Мы имеем с вами сыворотку, мы с вами имеем крем для глаз, биомиметический и питательный. Сыворотка подходит практически всем, особенно тем, у кого есть склонность к пастозности. Также сыворотка является прекрасной основой под макияж, потому что она легкая. Питательный крем, он содержит достаточно большое количество масел, и вот в вечернее время будьте с ним крайне аккуратны. Сейчас мы посмотрим, что у меня здесь. Вот, чтобы просто показать, это или не то. Вот крем для глаз. Сейчас мы посмотрим, как у нас он будет впитываться. Практически без запаха, очень легкий морской, я бы даже сказала. Но, коллеги, то, что касается питательного бальзама, будьте на ночь крайне аккуратны с ним. А вот миометический крем для глаз, это прекрасный вариант, который будет работать и для снижения синяков. Только давайте не будем путать синяки и гемосибироз. Пептидный комплекс, галаксил, это прекрасный вариант, который улучшает трофик, улучшает лимфоток и уменьшает количество вот этих синячков под глазами непосредственно. Так, сейчас, секундочку. Евгения, смотрите, основа на маслах. Нет, тут нет масляных основ. В принципе, здесь основа липосомированная, либо ламеллярная эмульсия. Да? То есть, когда мы говорим о натуральных продуктах, чтобы сохранить их натуральность, они инкапсулируются. И если написано масло макадамии, то это не взяли прям масло туда добавили. Это микродозировки, в основном берутся фракции масла макадамии, масла ши, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты. И в связи с тем, что все натуральные масла, которые здесь используются, то есть зеленая косметика, инкапсулированы, то риск того, что они будут окислены, он минимизирован, он практически отсутствует. База косметики может быть любой. Вы можете использовать синтетические эфиры, кстати, они здесь есть в этой косметике, я читал банки. Собственно говоря, сами составы, да? Здесь есть небольшое количество синтетических эфиров. Мы с вами сейчас разбираем именно активные действующие вещества, их не может быть 100%. Поэтому здесь вы можете не переживать об окислении, потому что, когда мы говорим о натуральных маслах, первое, о чем задумываюсь я, а как же их днем, они же окислятся, и вся эта антиокс-система рухнет. Нет, здесь ничего не рухнет, здесь все будет работать замечательно и прекрасно. То есть самый легкий вариант, это у нас сыворотка, да, если мы говорим об акуле, потом у нас идет крем для глаз и питательный бальзам непосредственно. А здесь, собственно говоря, экстракт очанки, который обладает антибактериальным действием, здесь алантаин, здесь пептидный комплекс, он липосомирован, коллеги, тоже не надо бояться, что что-то пошло не так. Вот знаете, масло органа, это витамин Е, это фенол и фенольная кислота. Да, то есть берутся фракции из масла органы, также сквален, жирные кислоты, каротин. Я прошу прощения, вот с этим слайдом что-то пошло не так, он куда-то слетел. То есть он какой-то неправильный, ну ладно, извините. Соответственно, видите, Дельсель, это ламеллярная эмульсия, и вы видите, что здесь есть синтетические эфиры, да. Вот, и именно вот эта биометическая основа дает возможность работать легко. Все, что здесь перечислено, и масло шеи, фосфолипиды, соевых бобов, и сквалам, и церамиды третьего типа, это все мникронизировки, собственно говоря. То есть составы доктора Белтера, они очень обширны, но это, так чтобы было понятно, это гомеопатические дозы, вот, как бы, да. То есть если взять много и всего по чуть-чуть, оно будет прекрасно в комплексе работать. Плюс экстраграната, это и регенерация, и антиокс, собственно, да. Ну и сквалам очень часто его здесь используют. Видите, что практически он используется, сквален, сквалам, в каждом продукте, в каждой линейке. Это именно биометик непосредственно. Также у нас есть жидкие кристаллы, запатентованный комплекс, жидкие кристаллы, которые, ну, скажем так, во-первых, хорошо увлажняют, во-вторых, это, ну, камуфляж, такая маскировка мелких морщин. И вы видите, что жидкие кристаллы у нас содержатся в мультиактивной сыворотке непосредственно. Комплексы с витамином В3, экстрактом ясеня и кремния, однозначно, да, пептидный комплекс против отеков и мимитик, и темных кругов. То есть все продукты линейки для глаз, это биомиметики, по формам мы с вами по большому счету разобрались. Да, сыворотка, крем, бальзам. Следующая линейка, это линейка интенсивного ухода. То есть это линейка, которая содержит максимальное количество натуральных компонентов, да, и достаточно большое количество запатентованных продуктов. В линейку интенсивно входят маски. Так, ну вот с масками, секунду. Ну, с масками у нас сегодня из пробничков как-то не очень, но они важны. Значит, маски у нас по формам, они будут разные. В основном это эмульсионно-гелевая форма, но маски все обладают увлажняющим действием. Вот все без исключения. Все остальное успокаивающее, витаминное, ультразвежающее, да, там, детокс, увлажнение, осветляющее, омолаживающее. Все маски дают очень быстрое насыщение кожи в лавы. Именно за счет ламеллярной эмоции. Ну и давайте теперь о каждой маске поговорим. Маска успокаивающая, собственно говоря, подходит для чувствительной кожи, либо кожи после каких-то процедур. Ну, например, после пилинга, только коллеги, не в период реабилитации, а где-то через 5-7 дней. Маска Натура Витал, в ней есть ретинол, поэтому эта маска не показана беременным. То есть здесь просто антиоксидантный, очень мощный комплекс, витамины А, Е, Б, собственно говоря, различные органические масла. Она дает очень хорошее, быстрое питание кожи, дает антиокс-эффект, снижает транспидермальные потери жидкости, подходит, несмотря на наличие витамина А, пациентам, в том числе и молодым, то есть не имеет возрастных ограничений. По поводу сухой кожи, я бы сказала, не сухой, а обезвоженной витаминизирующей маской подходит. И при густой сибарее это прямо прекрасный вариант. Маска Океаника, то есть детокс-маска, это прежде всего увлажнение. Кожа, сюда входит натуральная морская соль, поэтому она подходит для любого типа кожи, за исключением кожи, склонной к посыпанию. То есть после этой маски может пациента подсыпать, имейте ввиду. То есть все это вытянуто на поверхность. Ультраосвежающее, то есть криомоист, холодное увлажнение. Это прекрасный вариант с витамином С, марокканская мята и апельсина. В летнее время, я думаю, что она станет бестселлером, потому что, во-первых, она дает очень хороший матирующий эффект. То есть в окончании процедуры при работе с сибарейной кожей, жидкая сибарея, смешанная сибарея, это очень хороший вариант. Что еще можно сказать? Эта масочка также будет подходить пациентам с пигментом и с разацией. Единственное, что здесь есть апельсинчик и есть витамин С. То есть если какие-то не очень хорошие ситуации с цитрусовыми, лучше ее не использовать в принципе. Ну и маска с витамином С, лакнянкой, винной кислотой и запатентованным осветляющим комплексом является не только антиоксидантной. То есть маска, секрет сияния, но и осветляющей. В данной ситуации мы не делаем ставку на осветление дермального пигмента. Мы делаем ставку на осветление эпидермального пигмента, на осветление, например, веснушек. Осветление, коллеги, не отбеливание. Соответственно, все наши масочки, премии их экспозиции до полного высыхания, это примерно 15-20 минут. Увлажняющая маска это гиалуроновый фактор, липосомированные гиалуроновые кислоты, протеины шелка, альгинаты непосредственно, витамин Е и молочные пептиды. То есть вот эта маска подходит всем без исключений, и я думаю, что она вот с точки зрения увлажнения, она абсолютно идеальна. И омолаживающая маска, она содержит фитоэстрогены или серотрол. Значит, коллеги, обратите внимание, вивоцель, если маска морская, океаника не подходит для пациентов с акне и склонностью, то маска вивоцель, как бы ни странно это звучало, не подойдет тем людям, у которых плохая переносимость ресферокрова. Как это определить? Вы задаете, ну, скажем так, не очень корректный вопрос, но тем не менее, в слове кабинета я считаю, что это корректно. Как люди переносят красное вино, либо коньяк, либо виски. Если данные продукты вызывают у них покраснение лица, продукты на основе ресферокрова лучше не применять. Потому что вы снимете маску, лицо может быть даже не красным, а я бы сказала, корректно. Вот, поэтому в данной ситуации это будет такое противопоказание, а так она подходит для любого типа кожи, для пациентов после 35 лет. С точки зрения пересечения очень хорошо сочетать маску гиалуроновый фактор с вивоцелем, да, то есть если у вас пациент ходит по 8-10 процедур, то вот это вот идеальный вариант, когда вы будете менять. То есть увлажнение плюс фитоэстрогены дадут более ярко выраженный омолаживающий эффект непосредственно. Что у нас с вами еще есть? Вот в этой желтой линейке интенсивной, то есть есть еще ряд продуктов, которые будут помогать нам решать узкие проблемы. Вот то, что я вам показывала. Бальзам для пупок. Прекрасный вариант. Далее, мягкий эксфолиант. Вот такой нежный пилинг, да, можно назвать. Ну и крем для шеи декольте. Соответственно, бальзам для губ подходит всем. Да, мягкий эксфолиант тоже подходит всем. Здесь минеральный абразив. Кому не подходят минеральные абразивы? Пациентам с акне. Однозначно, собственно говоря. Данный абразивный компонент, здесь кварцевый песок, он очень мелкий. Здесь также для компенсации есть и алантаин, и депантанол, и, собственно, экстракт корни солодки. Но, коллеги, продукт надо использовать в минимальных дозировках, да, на влажную кожу непосредственно. И время обработки не больше полутора минут, скажем так. То есть продукт очень экономичный. Наносим, делаем пилинг-массаж, ну и, соответственно, смываем непосредственно. Обязательно используем тоник. Крем для шеи декольте. Это для тех девушек, собственно, кому надо вот прям все отдельно. Крем для бюста, крем для шеи декольте, крем для кутикулы. То есть по большому счету мы можем использовать отдельно, ну, то есть любой крем наш, питательный, увлажняющий и так далее, на шее декольте. Здесь что есть? Здесь есть л-карнитин, здесь есть кофеин непосредственно. Вот. Здесь и натуральный увлажняющий фактор, то есть продукт, который имеет ламелляр, который будет давать хорошее увлажнение, липосомированный гиалурон, плюс молочные протеины. То есть действительно такой хороший увлажняющий питательный компонент с хорошим лимфотоком, да. И экстракт корня кудзу. Вот, это антиокс и антиэйдж продукт. Бальзам для губ это эффект влажных губ, ну, то есть блеск такой, да. Здесь у нас в основном идет антиокс-комплекс, ну, и есть активатор для увеличения объема губ. Коллеги, это будет легкая припухлость, то есть это не будет увеличения. Губы просто будут блестеть, будут более яркие по цвету, то есть они будут выглядеть более аппетитными, то есть никакого вот сильного увеличения не будет. Чтобы вы понимали просто, о чем идет речь, чтобы не было никаких иллюзий. Ну, и, соответственно, если у нас есть только один скраб, как бы, да, в этой линейке есть обязательно продукты, которые могут быть использованы в домашних условиях для работы с кожей сепарейной и склонной к высыпанию непосредственно. Это домашний уход, который содержит 10% кислоты, обновляющую сыворотку и обновляющий клюет. Здесь комплекс фруктовых кислот, но при этом здесь есть масло жужаба, масло моркови, да, витамин Е, астоксантин. Давайте посмотрим, какие кислоты входят в состав, собственно говоря. Это гликолевая, молочная, лимонная и винная кислота. Гликолевая кислота здесь будет играть роль энхансера. Соответственно, кому подойдет вот такая вот обновляющая сыворотка? Ее можно использовать при гиперкератозе, ее можно использовать как подготовку к химическим пилингам, ее можно использовать как альфа-пилинг. То есть, если ваш пациент, скажем так, находится уже на кислот, то данную сыворотку, при этом он спонен гиперкератозу, имеется в баррельную кожу, то данную сыворотку мы можем использовать просто как ежевечерний продукт антиокс-антиэйдж защиты. Ярко выраженного антиэйдж-эффекта вы здесь не увидите, но борьба с гиперкератозом даст нам такую возможность. Соответственно, мы наносим сыворотку, она полностью впитывается, потом минут через 5-7 не раньше. Мы должны быть уверены, что у нас не будет гиперемии, мы можем нанести любую сыворотку, либо увлажняющий крем из любой линейки доктора Болта. Второй вариант использования – это использование в виде пилинга. То есть, мы наносим сыворотку как монопродукт и оставляем ее до утра. Если вы будете использовать как вот такой альфа-пилинг, сначала мы ее используем один раз в неделю до адаптации, два раза, то есть две недели, потом начинаем использовать при склонности к гиперкератозу, при фотоповреждении кожи два раза в неделю. И ничего на нее не наносим. Перед процедурой пилинга, тут есть показания такие, можно ли наносить кислоты. Да, кислоты наносить можно, если кожа адаптирована. Но если ваш пациент, собственно говоря, никогда не пользовался кислотными продуктами, а вы собираетесь ему делать какой-то химический пилинг без подготовки, тогда лучше эту сыворотку не наносить. Флюид – это продукт более плотный, чем сыворотка, который может применяться также, да, либо на постоянной основе, кежевечерний. Вы можете его перекрывать, можете оставить, если это, например, сиборейная кожа, как монопродукт, перекрывать любым, скажем так, средством, например, сосуды укрепляющим из линейки Сенси-Бэр, если у нас есть купероз, либо антиэйдж, либо из базовой нашей линейки Био. Поэтому здесь вы посмотрите, нужно ли это, если вы хотите усилить антиэйдж действие туда. Если у нас пациент до 35 лет, предположим, то вы просто будете использовать обновляющий флюид, как ежевечерний уход. Если пациент никогда не использовал кислоты, то мы вводим его постепенно. Опять-таки, здесь тоже есть гликолевая кислота, которая будет работать как анхансер, чтобы не было раздражения кожи непосредственно. Следующая наша линейка – это отдельные продукты. Они такие бледно-бледно-зелененькие, Био, для получения определенных результатов. Тут есть два принципа. То есть компоненты, как дельсель-основа и запатентованные комплексы. Вы тоже видите, что нет минеральных и силиконовых масел, нет пробенок, ну и органика, кроме пептидов. В спреях органика присутствует непосредственно. Что у нас здесь есть? Ревитализация, пигмент, анти-эйдж и дерморелакс, то есть это лимитические пептиды. Эта линейка как бы наиболее развернута. Да, вот. Целый ряд продуктов у меня в этой линейке. Видите, как много. Очищающая пенка. Почему выбрана пенка? Потому что пенка – это всегда гелево-эмульсионная форма, которая идеально подходит для любого типа кожи. В чем еще преимущество этой линейки? Потому что, смотрите, здесь существует вот такой тоник. Тоник-спрей. То есть бесконтактный тоник, по большому счету, то есть который можно использовать, обрызгав на лицо. Соответственно, все, что у нас вот в таких баночках, коллеги, вот, баночки, это более плотные препараты, все, что у нас вот в таких вот упаковочках, это менее плотные препараты. И здесь вы выбираете продукты, просто в зависимости от того, с какой проблемой мы с вами собираемся поработать непосредственно. Отдельно здесь есть крем для мануальной микротермообразии, то есть такой крем с микротермообразивными структурами, с кристаллами, да, маска моделирующая оригинантная с эффектом сияния кожи и восстанавливающая маска на основе фито-компонента. Фито-направление. Это антиэйдж линейка. Возраст применения 35+. Дерма-релакс. Это линейка для тех, у кого ярко выраженная миника. Здесь есть, собственно говоря, наш гексапептид всем известный. Аргирин. Данную линейку мы начинаем использовать, когда первоначально появляются эти проблемы. То есть это может быть возраст и 20, и 25. И хочу сказать, что лучше профилактировать, потому что когда уже все заложилось, использовать определенную группу продуктов, просто не имеет смысла. Они не дадут там эффект. То есть вытащить все обратно не получится. То есть здесь вот в дерма-релаксе проэйдж ярко выражен. Ну, соответственно, экстракт икры. Астоксантин. Ну, это один из самых мощнейших антиоксидантов. Я думаю, что вы с ним, в общем, все встречались. Ну, и гликопротеин, как я говорила, запатентованный, да, из морских бактерий, вот, он обладает действительно таким защитным и восстанавливающим свойством, такой натуральный физиологический иммуномодулятор для кожи. Безопасные осветляющие ингредиенты в секрете свечения у нас есть с вами, да. Борьба с пигментом, с возрастным. Но это больше поддерживание, коллеги. То есть домашний уход не может полностью сбавить нас от гиперпигментации. Особенно, если она эпидермально-дермальная, эпидермальная в чистом виде. Какие активные ингредиенты есть в направлении, ну, скажем так, энергичной красоты? Да, это масло органы, это аргелин, это наш прекрасный актив вайд, то есть это экстракт гороха, да, это полисорбенты, которые дают именно эффект осветления кожи, да. Они прекрасно ингибируют терезиназию и дают эффект поверхностного осветления кожи. Ну и, конечно же, наш замечательный антикресин, который дает нам возможность восстанавливать физиологические, метаболические процессы в коже, да. Ну и еще несколько запатентованных комплексов с окрой, с коэнзимом 10, белесомы, это не просто липосомированный ингредиент, да, это пептид авокадо, то есть он не просто вот сам по себе. Он входит в моделирующую маску, входит во все продукты линейки, кроме тоника спрея. Да. Ну и антиокс-продукт. Однозначно у нас просто астоксантин повторяется. Экстракт маргаритки. Прекрасный отбеливающий компонент, очень мощный ингибитор терезиназы. Содержится в элекцире, секрет сияния, со своей 15. Наши биометики, наша основа, DL-Cell, ламиллярная эмульсия. Она содержится во всех продуктах, ну и соответственно, экстракт очанки лекарственной, противовоспалительный, противоотечный, очень хорошо работает в лифтинг-комплексе для контуроглаза непосредственно. Экстракт плодов рябины содержит флавоноиды, ну прежде всего это рутин, это кверцитин. Что можно сказать о флавоноидах? Коллеги, это прекрасный вариант, особенно кверцитин, то есть рутин дается особо укрепляющий эффект от кверцитин, язык кверцитин дает еще эффект кимфодренажный, очень мощный. И здесь нельзя сказать, что он борется с мешками под глазами, он профилактирует их появление, и даже если вы на ночь выпили чуть больше водички, там, где особенно зеленый, как черный, к чайку, эффект будет значительно лучше. Единственное, что вы должны понимать, что если есть грыжи, то, ну, увы, имбириах, тут ничего не получится, мы больше ничего сделать не можем непосредственно. Конечно, пептидные комплексы, которые будут бороться и с пастозностью, собственно говоря, классы, тоже очень важно, и будут работать как антиэйдж компонент непосредственно. Ну, корень имбиря мы знаем, что это прекрасный антибактериальный эффект, который обладает еще и расслабляющим действием. Да? Вот. Ну, про очанку мы с вами говорили, женщинь это биофлавоноид, антиоксидант. То есть, если мы смотрим, то вот все наши эти экстракты женщиньи, винограда, очанки, все наши масляные компоненты, то есть, практизации этих масел, шеи, органового, вот, они используются именно в таких минимальных газировках, видите, то есть, они идут все в инкапсуляции, что очень важно, для того, чтобы они не вызывали никаких побочных эффектов раздражения, очень сильно. Матриксил инкапсулирован, жидкие кристаллы, собственно говоря, экстракт органической липы, то же самое, гиалуроновая кислота, однозначно, иначе все это может вызывать отеки, ну и, соответственно, полевой хвощ. То есть, мы видим, что здесь активных ингредиентов очень много, и с точки зрения антиэйдж, и с точки зрения проэйдж, и с точки зрения осветления. То есть, здесь есть, нельзя сказать, экстракт жемчуга, не очень это правильно. Компоненты, скажем так, из-за жемчуга, то есть, такой природный минерал, то есть, все это перетерто, совсем прям в муку. Соответственно, минеральный растительный комплекс, где у нас есть с вами и сафлора, и бисоболол, и витамин Е, комплекс КФДА, он хорошо блокирует работу, он хорошо блокирует терзиназу, то есть, физиологическое воздействие на клетку мелануцит, это очень важно. Мы видим, что СПФ здесь везде достаточно низкий, то есть, в 30 есть только в одной линейке, а в Бель Энерджен только по 15 СПФ. Соответственно, если у вас пациенты более высокого фототипа, сверху лучше использовать просто тональный крем со СПФ-фактором непосредственно. Мы используем также изофлавоноиды, фитогормоны, которые работают на уровне базальной мембраны, то есть, не надо бояться, что экстракт, сои, меля, клевера, то есть, вот здесь это прям очень мощный вариант. Работы с возрастными пациентами. То есть, экстракт красного клевера содержится в фитосенсейшн, в креме и в эликсире, например. Ну, как и ямса, как и сои, как и икры. Икра также, собственно, содержится в очищающей пенке. Ретинол, ну, это продукт, который, как вчера мы уже говорили, надо использовать достаточно с молодого возраста, с 35 лет в идеале. Вот, поэтому фитосенсейшн, крем антиэйдж, с ретинолом, это идеальный вариант. При возрастных изменениях, при коже склонной к тенденции с акне, да, не будем говорить о том, что данные продукты будут лечить акне, ни в коем случае. И вы видите, что все эти активы, они инкапсулированы, коллеги. То есть мы с вами сегодня познакомились с продуктами, которые и находятся в состоянии ламиллярной иммульсии, и инкапсулированы в липосому, и плюс еще обладают вот таким зеленым направлением. Ну и теперь давайте посмотрим, что вот пенка реальной мечты, это пенка без мыла, то есть не содержит жестких павок. Форма пенки эмульсионно-гелевая, после пенки мы обязательно используем тоник. Дерма-релакс сыворотка и крем ультралифт. Могут работать степ-бай-степ, сначала сыворотка, потом крем, но при этом каждый из них работает самостоятельно. Сыворотка более легкая форма, может подойти для плотной кожи, сепарельный. Крем может быть использован для кожи комбинированный, сибастатический. Здесь, конечно, матриксилы, прежде всего. Это борьба с мимическими морщинами. Ну, по названию, в общем, это понятно было, да. Фито-сенсейшн это как раз-таки наш витамин А, белотцом-комплекс, витамин С, наши фитоэстрогены, есть у нас антиэйдж эликсир, есть крем, да. Опять-таки, эликсир более легкая форма, крем более плотная форма. Коллеги, преимущество продукта в том, что каждый из них самодостаточен, но если ваш ПЦМ имеет кожу истонченную, обезвоженную, неплотную, с возрастными изменениями, мы можем делать от славы на пирог. Эликсир, сверху крем, соответственно. Сыворотка, восстанавливающая арктический баланс с икрой. Ее можно использовать вместе с фито-сенсейшн, например. Можно использовать вместе с кремом непосредственно. Поэтому здесь вот эти два продукта, они могут прекрасно пересекаться. Эликсир, секрет сияния, он содержит СПФ фактора, продукты, которые, как мы сказали, уже ингибируют терзиназу. Для кожи сибостатической, для кожи чувствительной он не может быть основным уходом, для кожи молодой сибарейной он может быть просто как монопродукт непосредственно. Ну и крем секрет сияния с СПФ 30, здесь все-таки уже СПФ повыше. Вот, он подходит для работы с возрастной кожей. Блокация альфа-бета-лучей однозначно идет. Вот, работает на осветление и работает как анти-эйдж продукт. Опять-таки, он может быть монопродуктом, а под него можно подкладывать флюиды и сыворотки, только в небольших количествах. Количество продукт просто не скатывается. Ну и крем лифтинг-комплекс для глаз дает возможность хорошо увлажнять, питать. В состав входит светоотражающий пигмент, поэтому будет эффект легкого заполнения морщин. Ну и микрокристалл, соответственно, с авокадо, да, это крем для механической мануальной драмообразии, не подходит для кожи с воспалениями, содержит пиктиви авокадо, и рекомендован он только для профессионального применения. Крем для микродермообразия в связи с тем, что в состав и растительные экстракты пиктиви авокадо, что я рекомендую делать, вносить его в виде масочки тоненькой, да, оставлять где-то на 5 минут, потом смачивать ручки, и тогда вот уже начинать вот эту мануальную драмообразию. Тут просто концентрация кварцевого песка достаточно велика, коллеги. Когда вы попробуете, вы поймете, что это действительно не скраб, это вот такая микродермообразия. Обработка одной зоны не должна занимать по времени больше полутора-двух минут. Отдельно можно просто проработать какие-то участки с микрокератозом, вот, но не надо, собственно, активно прям 5-7 минут все это тереть. Вы увидите хороший эффект. Работайте с ним сначала как маска, а потом уже как крем, чтобы вот те активные вещества, пептиды, антиоксиданты все-таки в кожу попали, да, потому что дальше вы его смоете и пойдете уже работать с масками, с кремами, с теми продуктами, с которыми мы можем с вами работать. Маска восстанавливающая, это тоже фитосенсейшн, да, и маска моделирующая, альгинатный секрет сияния. Секрет сияния, кстати, подойдет не только для бигиперпигментации, но хорошо будет работать при коже, а сразация, если нормальная переносимость респираторула. Поэтому здесь правильно собирайте анамнез. Ну что, коллеги, я вкратце рассказала вам о каждой линейке, теперь мы будем их разбирать как бы более подробно, будем работать с каждой линейкой доктора Белтера, вот, рассказывать, что с ними можно сделать. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пожалуйста, я на них постараюсь ответить на все. Я понимаю, что информации много, и составы такие очень развернутые и непонятные. Вот, сейчас, наверное, для знакомства с линейкой, я думаю, что через какое-то время будут красивые каталоги, да, то есть, вы должны понимать, что это прекрасная эстетика, которая дает нам возможность ухаживать за кожей абсолютно физиологично, с одной стороны, с другой стороны, для тех пациентов, кто действительно, ну, очень тяжело переживает за продукты животного происхождения в косметике, просто не пользуются косметическими средствами, это просто удивительный продукт, да, ну, и, конечно же, здесь есть возможность комбинаторики, то есть, данный бренд, он бренд трассфорн, то есть, если ваш пациент любит линейность, окей, есть линейка, вот, а если ваш пациент хочет комбинировать, пожалуйста, вы можете совмещать различные линейки и антиэйдж, и чувствительную кожу, да, и линейки из интенсивных, каких-то альфа-пилинги, между собой получают очень хороший результат. Жду ваших вопросов. Если всем все понятно, это замечательно. Если кому-то что-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь, пишите, я вам постараюсь помочь. это одна из немногих линеек, могу сказать, где используются ламиллярные эмульсии и липосомы в одном флаконе, да, редкий случай использования вот таких комплексных подходов. Наталья, спасибо вам, что были, что слушали, но мы будем разбирать бренд еще отдельно, то есть мы только начали, здесь просто было сегодня знакомство, чтобы было понятно вообще, о чем это речь. Я для себя его буду открывать вместе с вами, честно скажу, потому что он только пришел, но то, что я протестировала, мне уже нравится, потому что легкие одушки и для немцев очень не свойственны правильные легкие структуры. Вот что еще хочу добавить, но это лично мое мнение, потому что немецкая косметика, она всегда тяжеловата, ну, для меня, то есть она плотновата, а я все-таки тоже люблю вот эти варианты сэндвича, сывороточки чуть-чуть, потом кремчик чуть-чуть, сверху из плеточка, да еще потом тональный, ну, то есть у меня слоеный пирог получается обычно такой о-о-о-о-себе. Вот, здесь мне понравилось, что легкие одушки и легкие структуры это вот то, что важно при ламилляре, ну, и плюс липосомы, ничего не могу сделать, я считаю, что это удивительное открытие человечества, их, соответственно, надо использовать, потому что это прекрасно работающий продукт. Коллеги, мы с вами в следующий раз встречаемся по графику, да, мы с вами будем говорить еще о таких проблемах, как акне, будем говорить о проблемах упадения волос, следующая у нас с вами встреча через неделю, насколько я помню, и мы будем говорить об увлажнении, и для чего оно нужно, ну, и, конечно, если мы говорим об увлажнении, это прекрасный наш бренд-фильм, потому что там все для этого есть, и как это использовать, что очень важно, кому, куда и зачем. Кого интересует проблема лечения актной трихологии, пожалуйста, тоже приходите, у нас будет в конце сентября 28-го, 29-го, 30-го, прям три дня подряд вебинаров именно по этой тематике. Вам огромное спасибо, что выдержали, вот, что, в общем, вы были со мной, вот, и до новых встреч, коллеги, я буду делать анонс в Инстаграме каждого семинара, вот, все вопросы, которые у вас появятся, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, очень вас прошу, особенно, кто будет брать, уже тестировать себе продукты, вот, давайте будем на связи и обменивать информацию. Огромное вам спасибо, всем хорошего дня, и до новых встреч. Смотрите, есть экстракт, да, алоэ, то, что мы привыкли, Евгения, экстракт алоэ, ну, это, собственно говоря, вытяжка из бинтиков, но в алоэ также есть масляные фракции, я думаю, что масло алоэ, это такой, ну, немножко не совсем правильный перевод, масляные фракции из алоэ, которые инкапсулированы в липосомы, вот, что это, потому что я тоже это заметила, хорошо, что спросили, спасибо большое, чтобы правильно расставить акцент, чтобы не думали, что мы, из алоэ у всех экстрактов, а мы тут масла дали, это масляные экстракты, будут вопросы почты, инстаграм перед вами, обращайтесь, пишите, я всегда на связи, всем огромное спасибо, всем огромное спасибо, почему-то у меня английский, и до новых встреч, спасибо, спасибо, всем, спасибо, 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 Продолжение следует...